Каким должен быть доход казахстанцев, чтобы откладывать деньги на черный день? Поговорим об этом с экспертом по финансам Дмитрием Казанцевым. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, сколько минимум нужно зарабатывать, чтобы иметь так называемую подушку безопасности? На самом деле, абсолютно у каждого гражданина есть свои потребности жизненные и траты ежемесячные на выживание и жизнь. Поэтому здесь подытожить и сказать, что кто-то должен иметь в среднем 100 тысяч тенге, это будет неправильно. То есть здесь очень важно, чтобы каждый казахстанец знал свою потребительскую корзину, не которая говорит государство, о которой он рассчитывает самостоятельно. И минимум три таких корзины он должен иметь. То есть в среднем, проводя какие-то опросы в Инстаграме, мы понимаем, что эта сумма варьируется от 150 до 200 тысяч тенге. А какова та сумма, которая сегодня позволит городскому жителю безболезненно пережить период поиска работы, скажем, в течение месяца? Здесь я бы добавил, наверное, не совсем корректно будет сказать в течение месяца, потому что опять же статистика показывает, что в случае потери работы проходит ориентировочно от 3 до 6 месяцев, чтобы найти и устроиться на работу, проработать месяц и получить свою первую зарплату. Если мы говорим о 150 или 200 тысяч тенге в среднем, то здесь мы понимаем, что человек должен иметь в своей подушке безопасности как минимум 3 или 6 платежей. То есть от 450 тысяч и выше тенге за 3 месяца. Как экономить в условиях постоянного роста цен на продукты и услуги? На самом деле здесь каждому казахстанцу я бы рекомендовал все-таки начать познавать азы финансовой грамотности и начать вести свои доходы и расходы. Потому что только этот способ позволит нам видеть реальную картину и реальную картину того, как сократить свои расходы. Казахстанцы, кто уже начинал вести свои доходы и расходы, подтвержденно начинали экономить 15-20%, потому что они начинают видеть и понимать, в какой области им экономить, где начинать оптимальнее тратить свои деньги. Ну и конечно я же также порекомендовал, помимо ведения доходов и расходов, начать покупать все в онлайне, потому что онлайн, как правило, опять же продукты или какие-то товары предоставляются со скидкой 5-10-15% и есть всевозможные кэшбэки и бонусы в зависимости от категории его трат. То есть это могут быть аптеки, либо заправочные станции и так далее. То есть здесь надо пользоваться не одной картой, а иметь несколько карт в зависимости от своих нужд. Спасибо вам, финансовый аналитик Дмитрий Казанцев рассказал о том, как жить экономно.